Коша Чтобы достичь жизни, и все в его руках, он может упустить жизнь, он может продолжать дышать, он может продолжать есть, он может продолжать стареть, он может продолжать двигаться к могиле, но это не жизнь, это постепенная смерть. От колыбели до могилы постепенная смерть в 70 лет длиной. И поскольку миллионы людей вокруг умирают этой постепенной медленной смертью, ты тоже начинаешь им подражать. Дети учатся этому от всех окружающих, а мы окружены мертвыми. Поэтому первое, что нужно понять, это что я подразумеваю по жизни. Она не должна быть просто старением. Она должна быть взрослением. А это две разные вещи. К старению способна любое животное. Взросление – прерогатива человеческих существ. Взросление означает двигаться с каждым мгновением глубже и глубже в принцип жизни. Все более отдаляться от смерти, не приближаться. Чем глубже ты идешь в жизнь, тем более понимаешь бессмертие внутри себя. Ты отдаляешься от смерти. Приходит мгновение, когда ты видишь, что смерть – ничто иное, как переодевание. Переезд в другой дом. Смена формы. Ничто не умирает. Ничто не может умереть. Смерть – величайшая из всех существующих иллюзий. Чтобы понять взросление, наблюдай дерево. По мере того, как дерево растет вверх, его корни растут все глубже вниз. Есть равновесие. Чем выше поднимается дерево, тем глубже опускаются корни. Не бывает дерева в 50 футов высотой и с небольшими корнями. Они не смогут поддержать такое гигантское дерево. В жизни взросление означает, что ты растешь все глубже вовнутрь самого себя. Именно там твои корни. Для меня это первый принцип медитации. Все остальное авторично. И детство – самое лучшее время. Становясь старше, ты подходишь ближе к смерти. И идти в медитацию становится труднее и труднее. Медитация означает идти в свое бессмертие. Идти в свою вечность. Идти в свою божественность. И ребенок – самый квалифицированный человек. Потому что он не обременен знанием. Не обременен религией. Не обременен образованием. Не обременен всевозможным мусором. Он невинен. Но, к несчастью, его невинность загрязняется невежеством. Невежество и невинность имеют некоторое сходство. Но это не одно и то же. Невежество – это состояние незнания. Как и невинность. Но есть и огромная разница, которую до сих пор все человечество не замечало. Невинность не знает, но и не хочет знать. Она совершенно удовлетворена, наполнена. У маленького ребенка нет амбиций, нет желаний. Он полностью поглощен настоящим мгновением. Парящая птица привлекает его взгляд так тотально. Просто бабочка ее красивой краски. И он очарован. Радуга в небе. И он не может себе представить, что может быть что-нибудь важнее, богаче этой радуги. Небо полное звезд. Бесконечных звезд. Невинность богата, полна, чиста. Невежество бедно. Это нищий. Оно хочет того или другого. Хочет быть знающим. Хочет быть респектабельным. Хочет быть состоятельным. Хочет быть обреченным властью. Невежество движется по пути желания. Невинность – это состояние отсутствия желания. Но поскольку оба они лишены знания, мы путали их природу. Мы принимали как данность, что это одно и то же. Первый шаг в искусстве жить – понять различия между невежеством и невинностью. Невинность следует поддерживать, защищать. Потому что ребенок принес с собой величайшее сокровище. Сокровище, которого святые добиваются тяжкими усилиями. Святые говорят, что снова стали детьми, что родились вновь. В Индии настоящий барамин, настоящий знающий, называет себя двиджем – дважды рожденным. Почему дважды рожденным? Что случается с первым рождением? Какая необходимость во втором? И что будет достигнуто во втором рождении? Во втором рождении он достигает того же, что было доступно и в первом. Но что общество, родители, окружающие его люди, разрушили, раздавили. Каждого ребенка набивают знанием. Его простоту нужно каким-то образом удалить. Потому что простота не поможет ему в этом соревнующемся мире. В простоте он будет казаться миру простаком. Его невинность будут эксплуатировать, как только возможно. Боясь общества, боясь мира, который мы сами создали, мы пытаемся сделать каждого ребенка как можно более хитрым, коварным, знающим, чтобы он оказался в категории тех, кто у власти, не в категории угнетенных и бессильных. И как только ребенок начинает расти в неправильном направлении, в этом направлении он и продолжает двигаться. Вся его жизнь движется в этом направлении. Когда ты понимаешь, что упускал жизнь, первый принцип – вернуться к невинности. Отбрось знания, забудь свои священные писания, забудь религии, теологии, философии. Родись вновь, стань невинным. И это в твоих руках. Очисти ум от всего, что тобой не познано, от всего, что заимствовано, от всего, что исходит от традиций, условностей. Просто избавься от этого. Снова будь простым, снова будь ребенком. И это чудо возможно в медитации. Медитация – это просто странный хирургический метод, который отсекает тебя от всего, что не твое, и сохраняет только твое подлинное существо. Оно сжигает все остальное и оставляет тебя обнаженным перед солнцем и ветром. Ты словно первый человек, который спустился на землю. Который ничего не знает. Который должен открыть все заново. Который должен быть искателем. Которому предстоит пуститься в паломничество. Второй принцип паломничества. Жизнь должна быть поиском. Не желанием, но поиском. Не амбицией стать тем или другим. Президентом или премьер-министром. Но поиском, попыткой найти, кто я. Очень странно, что люди, которые не знают, кто они, пытаются кем-то стать. Они даже не знают, кто они в это самое мгновение. Они не образованы в отношении своего существа, но у них есть цель становления. Становление – это болезнь души. Бытие – это ты. И открыть свое бытие, существо. Начало жизни. Тогда каждое мгновение – новое открытие. Каждое мгновение приносит новую радость. Новая тайна открывает двери. Новая любовь начинает расти в тебе. Новое сострадание, которого ты никогда не чувствовал раньше. Новая чувствительность к красоте, к добру. Ты становишься таким чувствительным, что малейшая травинка имеет для тебя величайшую важность. Чувствительность делает для тебя ясным, что эта мельчайшая травинка также важна для существования, что и величайшая звезда. Без этой травинки существования было бы меньше, чем оно есть. Эта маленькая травинка уникальна, незаменима и обладает собственной индивидуальностью. И эта чувствительность создаст для тебя новые дружбы. Дружбы с деревьями, с птицами, с животными, с горами, с реками, с океанами, со звездами. Жизнь становится богаче, когда течет любовь, когда растет способность к дружбе. В жизни святого Франциска есть прекрасный случай. Он умирал. Часто он путешествовал на осле из одного места в другое и делился своими опытами. Все его ученики собрались, чтобы услышать его последние слова. Последние слова человека всегда важнее всего, что он произнес за всю жизнь, потому что они содержат весь опыт его жизни. Но то, что ученики услышали, они не могли поверить. Святой Франциск не обратился к ученикам. Он обратился к ослу. Он сказал «Брат, я перед тобой в безмерном долгу. Ты возил меня из одного места в другое и никогда не жаловался, никогда не ворчал. Все, что я хочу сделать, прежде чем покинуть этот мир, это попросить у тебя прощения. Я не был с тобой человечным». Это были последние слова Святого Франциска. Огромная чувствительность. Сказать ослу, брат-осел, попросить прощения. Когда ты становишься более чувствительным, жизнь становится больше. Из маленького пруда она превращается в океан. Она не ограничена тобой, твоей женой и детьми. Совершенно не ограничена. Все существование становится твоей семьей. И пока все существование не станет твоей семьей, ты не узнал, что такое жизнь. Потому что ни один человек не остров. Все мы соединены. Мы безграничный континент, соединенный миллионами связей. Если наши сердца не полны любви к целому, в той же пропорции урезывается наша жизнь. Медитация принесет тебе чувствительность, великое чувство принадлежности к миру. Мы по своей природе принадлежим существованию. Мы его часть, мы его сердце. Во-вторых, медитация принесет тебе великое молчание, потому что весь мусор знания уйдет. Мысли – это тоже часть знания. Безмерное молчание, и ты удивлен. Это молчание – единственная возможная музыка. Вся музыка – это усилие привести это молчание к какому-то выражению. Мудрецы Востока подчеркивали, что все великие искусства – музыка, поэзия, танец, живопись, скульптура – родились из медитации. Все это усилие каким-то образом принести непознаваемое в мир известного для тех, кто не готов к паломничеству. Просто подарки тем, кто не готов отправиться в это паломничество. Может быть, песня разбудит желание пойти на поиски источника. Может быть, статуя. В следующий раз, когда ты войдешь в храм Гвутама Бунды, наблюдая его статуя. Потому что статуя создана таким образом, в такой пропорции, что, наблюдая ее, ты впадешь в молчание. Это статуя медитации. Она не имеет никакого отношения к Гвутаме Будде. Именно поэтому все великие статуи выглядят как живые. Махавира, Гвутама Будда, Ниминатха, Адинатха. Двадцать четыре тиртханкары джайнов. В одном храме ты найдешь двадцать четыре статуи, похожие, одинаковые. В детстве я спрашивал отца, объясни мне, пожалуйста, почему эти двадцать четыре человека одинаковы? Один и тот же размер, тот же нос, то же лицо, то же тело. И он говорил, не знаю, я всегда сам недоумевал, почему они никак не различаются. Это почти неслыханно, в мире нет даже двух одинаковых людей, что сказать о двадцати четырех. Но когда расцвела моя медитация, я нашел ответ, не услышал от кого-то другого, что эти статуи не имеют ничего общего с людьми. Эти статуи относятся к тому, что происходит внутри этих двадцати четырех людей, а происходит в точности одно и то же. Мы не беспокоимся о наружном. Мы настаивали, что внимание следует уделить внутреннему. Наружное не важно. Кто-то молод, кто-то стар, кто-то черный, кто-то белый, кто-то мужчина, кто-то женщина. Это не важно. Важно то, что внутри. Океан молчания. В этом океаническом состоянии тело принимает определенную позу. Ты замечал это сам, но не был бдителен. Когда ты в гневе, ты не замечал, твое тело принимает определенную позу. В гневе ты не можешь держать руки открытыми. В гневе – кулак. В гневе ты не можешь улыбаться. Или можешь. В определенной эмоции тело принимает определенную позу. Эти небольшие вещи внутри глубоко связаны. Эти статуи сделаны таким образом, что если ты просто сидишь в молчании и наблюдаешь, а затем закрываешь глаза, негатив, теневое изображение, входит в твое тело. И ты начинаешь чувствовать нечто такое, чего никогда не чувствовал раньше. Эти статуи и храмы построены не для поклонения. Они построены для переживания опыта. Это научные лаборатории. Они не имеют ничего общего с религией. Веками применялась определенная тайная наука, чтобы будущие поколения могли войти в контакт с опытами предыдущих поколений. Не через книги, не через слова, но в чем-то более глубоком. В молчании, в медитации, в покое. Вместе с молчанием растет твоя способность к дружбе. Растет твоя любовь. Твоя жизнь становится танцем из мгновения в мгновение. Радостью празднований. Ты никогда не задумывался, почему во всем мире, в каждой культуре, в каждом обществе в году есть несколько дней для празднований. Все эти праздники только компенсируют, потому что общество отняли у твоей жизни все празднование. Если тебе ничего не дать взамен, твоя жизнь может стать опасной для культуры. Каждой культуре пришлось дать тебе какую-то компенсацию, чтобы ты не чувствовал себя потерянным в страдании, в печали. Но эти компенсации ложны. Салюты и фейерверки не могут позволить тебе радоваться. Но во внутреннем мире могут продолжаться огни, песни, радости. Всегда помни, что общество выдает тебе компенсацию, когда чувствует, что то, что было подавлено, может взорваться в опасную ситуацию, если это не компенсировать. Общество находит какие-то способы, позволяя тебе высвободить подавленное. Но это не истинное празднование и не может быть истинным празднованием. Истинное празднование должно приходить из твоей жизни, в твоей жизни. Истинное празднование не может соответствовать календарю. Первого ноября вы празднуете. Странно, весь год вы были несчастны, а первого ноября внезапно выходите из несчастья и танцуете. Либо несчастье было ложным, либо ложно первого ноября. Оба не могут быть истинными. И как только первое ноября кончается, ты снова возвращаешься в черную дыру. Каждый в свое несчастье, каждый в свою тревогу. Жизнь должна быть постоянным празднованием. Праздником огней, который длится круглый год. Лишь тогда ты можешь вырасти, расцвести. Трансформируй небольшие вещи в празднование. Например, в Японии есть чайная церемония. В каждом дзенском монастыре и в каждом доме, который может это себе позволить, есть небольшой храм для питья чая. Чай больше не обычная, а обыденная вещь. Это трансформировали в празднование. Храм для питья чая сделан определенным образом. В красивом саду с красивым прудом. В пруду плавают лебеди, всюду цветут цветы. Когда приходят гости, они должны оставить обувь снаружи. Это храм. В храме нельзя разговаривать. Вам придется оставить свои мысли и вещи снаружи, вместе с туфлями. Вы садитесь в медитативную позу, и хозяйка, женщина, которая готовит для вас чай, ее движение так грациозное, как будто она танцует, приготавливая чай, расставляя перед вами чашки и блюдца, словно вы боги. Чай готовится в специальном самоваре, который издает прекрасные звуки, собственную музыку. И в церемонию входит, что каждый должен слушать музыку чая. И все молча слушают. Снаружи в саду поют птицы, и самовар, чай, создает свою песню. Вокруг покои. Когда чай готов, и его наливают во все чашки, ты не должен его пить так, как везде обычно пьют люди. Сначала ты должен вдохнуть аромат чая. Ты смакуешь чай, словно он приходит из-за предельного. Медленно. Спешить некуда. Кто-то, может быть, начнет играть на флете или на ситаре. Обычная вещь – просто чай, а его сделали прекрасным религиозным праздником. Каждый выходит обновленным, свежим, чувствуя себя моложе, сочнее. И то же, что и с чаем, можно делать во всем. С одеждой, с пищей. Люни живут почти во сне. Иначе в каждой ткани, в каждой одежде есть собственная красота, собственные ощущения. Если ты чувствителен, одежда не только для того, чтобы закрыть тело, тогда это нечто, выражающее твою индивидуальность, нечто, выражающее твой вкус, твою культуру, твое существо. Все должно выражать тебя. На всем должна быть твоя подпись. Тогда жизнь становится постоянным празднованием. Даже если ты болен и лежишь в постели, ты сделаешь эти мгновения лежания в постели мгновениями красоты и радости, мгновениями расслабления и медитации, мгновениями музыки и поэзии. Тогда не нужно быть грустным от того, что ты болен. Ты должен радоваться, что все ходят на работу, а ты лежишь в постели, как король, и отдыхаешь. Кто-то готовит для тебя чай, самовар поет песню, друзья предлагают прийти и поиграть для тебя на флейте. Эти вещи важнее любого лекарства. Когда ты болен, позови врача. Но еще важнее позови тех, кого ты любишь, потому что нет лекарства важнее любви. Позови тех, кто может окружить тебя красотой, музыкой, поэзией, потому что ничто так не лечит, как праздничное настроение. Лекарства – это самая низкая форма лечения. Но кажется, мы забыли все, и нам приходится полагаться на лекарства и быть подавленными и грустными, как будто ты упускаешь великую радость, не ходя на работу. В офисе ты был несчастным, лишь один день дома. И ты и там цепляешься за несчастье. Ты его не отпускаешь. Сделай все творческим. Сделай лучшее из худшего. Вот что я называю искусством жить. Если человек прожил всю жизнь, наполнив каждое мгновение, каждую фразу красотой, любовью, радостью, естественно, его смерть будет высочайшей вершиной усилия всей жизни. Последние штрихи – его смерть не будет уродливой, как это обычно случается с каждым. Если смерть уродлива, это значит, что вся твоя жизнь была пустой растратой. Смерть должна быть мирным принятием, любящим вхождение в неизвестное, радостным прощанием с друзьями, со старым миром. В ней не должно быть никакой трагедии. Один зынский мастер Лин Чи умирал. Тысячи учеников собрались, чтобы услышать его последнюю проповедь. Но Лин Чи просто лежал, радостный, улыбающийся, не говоря ни слова. Видя, что он вот-вот умрет, и все же не говорит ни слова, кто-то напомнил Лин Чи. Старый друг, мастер по собственному праву. Он не был учеником Лин Чи. Вот почему он мог ему сказать, «Лин Чи, разве ты забыл, что должен сказать последние слова? Я всегда говорил, что у тебя плохо с памятью. Ты умираешь. Ты что, забыл?» И Лин Чи сказал, «Слушайте». На крыше бегали, шуршали две белки. И он сказал, «Как красиво!» И умер. На мгновение, когда он сказал, «Слушайте», воцарилось абсолютное молчание. Все подумали, что он скажет что-то грандиозное. Но только две белки дрались, шуршали, бегали по крыше. Он улыбнулся и умер. Но он дал последнее послание. Не делайте вещи маленькими и большими, тривиальными и важными. Важно все. И в это мгновение смерть Лин Чи так же важна, как эти две белки, бегающие по крыше. Нет никакой разницы. В существовании все равнозначно. И это было всей его философией, всем учением его жизни. Ничто не великое и ничто не мало. от тебя зависит, что ты с этим сделаешь. Начни с медитации, и все это начнет в тебе расти. Молчание, безмятежность, воложенство, чувствительность. И что бы ни пришло в медитации, попытайся внести это в свою жизнь. Делись этим. Потому что все, чем ты делишься, растет быстрее. И когда ты достигаешь точки смерти, ты узнаешь, что смерти нет. Ты можешь попрощаться, но не нужно никаких слез печаль. Может быть, слезы радости, но не печаль. Но тебе придется начать с невинности. Поэтому прежде всего выброси весь тот мусор, который ты носишь. А каждый носит столько мусора. Интересно, зачем? Просто потому, что люди тебе говорили, что это великие идеи, принципы. Ты не был разумным самим собой. Будь разумным самим собой. Жизнь очень проста. Это просто радостный танец. И вся земля может быть полна радости и танца. Но есть люди, которые все вложили в то, чтобы никто не наслаждался жизнью. Чтобы никто не улыбался. Чтобы никто не смеялся. Что жизнь – это грех, что это наказание. Как ты можешь наслаждаться жизнью, когда весь климат таков, что тебе постоянно говорят, что это наказание. Что ты страдаешь, потому что делал неправильные вещи. Что это своего рода тюрьма, в которую тебя бросили страдать. Я говорю тебе, что жизнь – это не тюрьма, не наказание. Это награда. И она дается лишь тем, кто ее заработал, кто ее заслуживает. Наслаждаться – твое право. Грехом было бы не наслаждаться. Против существования будет, если ты не украшаешь его, если ты оставляешь его таким же, как нашел. Нет, оставь его немного более счастливым, немного более красивым, немного более благоухающим. Определение от невежества к невинности Зрелость означает то же самое, что и невинность, с одним лишь отличием. Это невинность, на которую вновь предъявлены права. Невинность, завоеванная вновь. Каждый ребенок рождается невинным, но каждое общество развращает его. Каждое общество до сих пор оказывало очень тлетворное воздействие на каждого ребенка. Все культуры основываются на том, чтобы эксплуатировать невинность ребенка. Эксплуатировать ребенка, сделать его рабом, обусловить его для собственных целей, для собственных предназначений, политических, социальных, идеологических. Все их усилия были до сих пор направлены на то, как обратить ребенка в рабство для какой-либо цели. Цели эти определяются интересами круговой пороги. Священники и политики состояли в глубоком заговоре, работали вместе. В то мгновение, когда ребенок начинает становиться частью вашего общества, он начинает тереть нечто безмерно ценное. Он начинает тереть связь с Богом. Он становится более и более подвешенным к голове. Он совершенно забывает о сердце. А сердце – это мост, ведущий к существу. Без сердца ты не можешь достичь существа. Это невозможно. Из головы нет прямого пути в существо. Тебе придется пройти через сердце. А все общество более разрушительно по отношению к сердцу. Они против любви, они против чувств. Они осуждают их как сентиментальность. Они осуждали всех улюбленных всех веков по той простой причине, что любовь не принадлежит к голове. Она принадлежит сердцу. Человек, который способен к любви, рано или поздно обнаружит свое существо. А как только человек обнаруживает существо, он свободен от всех структур, от всех образцов. Он свободен от всех оков. Он – чистая свобода. Каждый ребенок рождается невинным, но каждого ребенка общество делает знающим. Для этого существуют школы, колледжи, университеты. Все их функции в том, чтобы разрушить тебя, развратить тебя. Зрелость означает, что ты вновь обретаешь невинность. Вновь предъявляешь права на свой рай. Вновь становишься ребенком. Конечно, есть разница. Обычный ребенок обречен на то, чтобы быть развращенным. Но когда ты вновь обретаешь детство, ты становишься неуязвимым для развращения. Никто не может тебя развратить. Ты становишься достаточно разумным. Теперь ты знаешь, что с тобой сделало общество. Ты бдителен и осознан, и не позволишь этому случиться снова. Зрелость это второе рождение, духовное рождение. Ты рождаешься заново, ты снова ребенок. Свежими глазами ты начинаешь смотреть на существование. С любовью в сердце ты подходишь к жизни. С молчанием и невинностью ты проникаешь в самое свое глубочайшее ядро. Ты больше не одна голова. Теперь ты используешь голову, а только как слугу. Сначала ты становишься сердцем, затем ты трансцендируешь даже сердце. Выйти за пределы мыслей и чувств и стать чистой естьностью – вот что такое зрелость. Зрелость – это предельное цветение медитации. Иисус говорит «Пока вы не родитесь заново, вы не войдете в Мое Царство Божие». Он прав, вы должны родиться заново. Однажды Иисус стоял на рыночной площади и кто-то спросил его «Кто достоин войти в Твое Царство Божие?» Он оглянулся вокруг. Рядом стоял Равин и, наверное, Равин немного выдвинулся вперед, думая, он покажет на него. Но он не был избран. Рядом стоял самый добродетельный человек в городе, моралист, буританин. Он тоже сделал движение вперед, надеясь, что будет избран. Но и он не был избран. Иисус оглянулся вокруг и увидел маленького ребенка, который не ожидал, что будет избран, который не двинулся с места ненадеем. У него не было ни тени мысли об этом, не было и речи о том, чтобы выбрали его. Он просто наслаждался всей этой сцены. Толпа, и Иисус говорит, и он слушает. Иисус позвал этого ребенка, взял его на руки и сказал толпе, «Те, кто, как этот маленький ребенок, только недостойны войти в Мое Царство Божие». Но помните, он сказал, «Только те, кто, как этот маленький ребенок?» Он не сказал, «Маленькие дети». Различие огромно. Он не сказал, «Этот маленький ребенок войдет в Мое Царство Божие». Потому что каждый ребенок обречен на развращение, обречен на то, чтобы заблудиться. Каждого Адама и каждую Еву ожидает изгнание из Эдемского сада. Они должны заблудиться. Это единственный способ заново обрести настоящее детство. Сначала ты должен его потерять. Это очень странно, но именно такова жизнь. Это очень парадоксально, но жизнь есть парадокс. Чтобы опознать настоящую красоту детства, сначала ты должен его потерять, иначе ты никогда не узнаешь ее. Рыба никогда не знает, где океан, пока ты не вытащишь рыбу из океана и не бросишь ее на песок, на палящее солнце. Тогда она знает, где океан. Теперь она жаждет океана и изо всех сил старается вернуться, снова прыгнуть в океан. Это та же самая рыба и все же не та же. Это тот же самый океан и все же не тот же, потому что рыба выучила новый урок. Теперь она осознает, теперь она знает, это океан, это моя жизнь, без него меня больше нет, я его часть. Каждый ребенок должен утратить невинность и обрести ее вновь. Утрата ее составляет только половину процесса. Многие ее потеряли, но очень немногие обрели вновь. Это печально, очень печально. Каждый ее теряет, но лишь изредка Бонда, Зарадостра, Кришна, Иисус обретает ее вновь. Иисус это никто иной, как Адам, вновь возвращающийся домой. Магдалина это никто иная, как Ева, вновь возвращающаяся домой. Они вышли из моря и увидели страдания, и увидели глупость. Они увидели, что быть вне океана неблаженно. В то мгновение, когда ты осознаешь, что быть частью любого общества, любой религии, любой культуры, значит оставаться несчастным, оставаться заключенным, в тот самый день ты начнешь отбрасывать свои цепи. приближается зрелость. Ты вновь обретаешь невинность. Зрелость и старение Есть великая разница между зрелостью и старением. Безграничная разница. Но люди всегда их путают. Люди думают, что состариться значит стать зрелым, старение относится к телу. Каждый становится старше, каждый стареет, но не каждый становится зрелым. Зрелость это внутренний рост. В старении ты ничего не делаешь, старение это нечто случающееся физически. Каждый рождается ребенком, а когда проходит какое-то время, стареет. Зрелость это нечто, что ты привносишь в свою жизнь, и она исходит из-за созданности. Когда человек стареет с полной осознанностью, он становится зрелым. Старение плюс осознанность, переживание опыта плюс осознанность есть зрелость. Ты можешь пережить одну и ту же вещь двумя путями. Ты можешь просто переживать, словно находишься под гипнозом, бессознательно, невнимательно к тому, что происходит. Это случилось, но тебя в этом не было. Этого не случилось в твоем присутствии, ты отсутствовал. Ты просто прошел мимо, это не высекло в тебе никакой искры внимания, это не оставило в тебе никакого следа, ты ничему из этого не научился. Может быть, это стало частью памяти, потому что в каком-то смысле ты присутствовал, но так и не стало частью твоей мудрости. Ты не вырос в это и не вырос из этого. тогда ты стареешь. Но если ты вносишь в опыт качество осознанности, тот же самый опыт становится зрелостью. Есть два способа жить. Жить в глубоком сне, тогда ты стареешь, в каждое мгновение умираешь, вот и все. Вся твоя жизнь состоит из долг и медленной смерти. Но если ты вносишь в свои опыты осознанность, что бы ты ни делал, что бы с тобой ни случилось, ты бдителен, наблюдателен, внимателен, ты смакуешь этот опыт со всех возможных сторон, пытаешься понять его смысл, пытаешься проникнуть в саму глубину того, что с тобой случилось, стараешься прожить это интенсивно и тотально, тогда это не просто поверхностное явление. Глубоко внутри тебя что-то изменилось вместе с этим. Ты стал более бдительным. Если этот опыт ошибочен, ты никогда не совершишь этой ошибки снова. Зрелый человек никогда не совершает снова ту же самую ошибку. Но просто старый человек продолжает совершать раз за разом одни и те же ошибки. Он живет словно двигаясь по кругу и никогда ничему не учится. ты в гневе сегодня, был в гневе вчера и позавчера и будешь в гневе завтра и послезавтра. Снова и снова ты злишься, снова и снова раскаиваешься, снова и снова принимаешь глубокое решение, что не сделаешь этого снова. Но это решение ничего не меняет. Как только тебя беспокоит, тебя охватывает ярость, ты одержим. Совершена та же ошибка. Ты стареешь. Если ты проживаешь опыт гнева тотально, никогда снова ты не будешь гневен. Одного опыта будет достаточно, чтобы научиться тому, что это неразумно, абсурдно, просто глупо. Дело не в том, что это грех, это просто глупо. Ты причиняешь вред себе и другим. И ради чего? Игра не стоит свеч. Тогда ты становишься зрелым. Завтра ситуация повторится, но гнев не повторится. И человек, достигший зрелости, не решил, что больше не будет злиться. Нет, это признак человека, который не становится зрелым. Человек зрелости никогда не решает на будущее. О нем позаботится сама зрелость. Ты живешь сегодня. Сама эта жизнь определит, каким будет завтра. Завтра произойдет из него. Если гнев был болезненным, ядовитым, если из-за него ты страдал в аду, какой смысл решать, присягать, идти в храм и объявлять, я даю обет, что никогда больше не почувствую гнева. Это так по-детски, в этом нет никакого смысла. Если ты узнал, что гнев ядовит, кончено, этот путь закрыт, эта дверь для тебя больше не существует. Эта ситуация повторится завтра, но ты не будешь одержим ситуацией. Ты чему-то научился. Это понимание. Может быть, ты даже рассмеешься. Может быть, ты будешь наслаждаться тем, как люди ведут себя так глупо. Твое понимание растет в каждом опыте. Ты можешь прожить жизнь так, словно ты под гипнозом, именно так живет 99% людей, или прожить ее с интенсивностью, осознанностью. Если ты живешь с осознанностью, ты становишься зрелым. Иначе ты просто стареешь. А стареть не значит становиться мудрым. Если ты был дураком, когда был молод, а теперь состарился, ты будешь просто старым дураком, вот и все. Просто стареет и не становишься мудрым. Может быть, ты станешь даже глупее, потому что приобретешь механические роботоподобные привычки. Жизнь можно поражить новыми способами. Живя бессознательно, ты просто умираешь. Живя сознательно, ты достигаешь больше и больше жизни. Приходит смерть, но она никогда не приходит к зрелому человеку. Она приходит только к человеку, который становился старше и старел. Зрелый человек никогда не умирает, потому что учится даже в смерти. Даже смерть будет опытом, проживаемым интенсивно, наблюдаемым, позволенным. Зрелый человек никогда не умирает. Фактически смерть борется со скалой зрелости и разбивается об нее, совершает самоубийство. Смерть умирает, но никогда не зрелый человек. Вот послание всех пробужденных. «Ты бессмертен». Они узнали это, они прожили свою смерть, они наблюдали, они нашли, что она может окружить тебя, но ты остаешься отстраненным, ты остаешься далеко от нее. Смерть происходит рядом с тобой, но никогда не происходит с тобой. бессмертно твое существо, блаженно твое существо, божественно твое существо. Но эти опыты ты не можешь втиснуть в ум и память. Ты должен пройти через жизнь и достичь их. В ней много страдания, много боли. И из-за боли и страдания люди хотят жить глупо. Это нужно понять, почему так много людей настаивают на том, чтобы жить гипнозом. Почему Будда и Христы продолжают говорить людям проснуться и никто не слушает? Наверное, есть какое-то глубокое увлечение гипнозом, какое-то глубокое капиталовложение. Что это за капиталовложение? Этот механизм нужно понять, иначе ты будешь меня слушать и никогда не станешь осознанным. Ты будешь меня слушать и сделаешь это частью своего знания. Да, этот человек говорит быть осознанным, хорошо быть осознанным, а те, кто осознан, становятся зрелыми, но ты сам этого не достигнешь. Это останется просто знанием. Ты можешь сообщить это знание другим, но это никому не поможет. Почему? Не задавался ли ты когда-нибудь этим вопросом? Почему ты не достигаешь осознанности? Если она ведена к бесконечному блаженству, к достижению садчита нанды, к абсолютной истине, тогда почему не стать осознанным? Почему ты упорствуешь в том, чтобы продолжать спать? Есть какое-то капиталовложение, и вот это капиталовложение. Становясь осознанным, ты осознаешь страдания. Становясь осознанным, ты начинаешь осознавать боль, и эта боль так сильна, что тебе хочется принять транквилизатор и уснуть. Эта сонность в жизни действует как защита от боли. Но в этом беда. Если ты сонный в отношении боли, ты будешь сонным и в отношении удовольствия. Представь себе, словно это две грани, на одной написана боль, на другой удовольствие. Тебе хочется закрыть грань, на которой написана боль, и открыть грань, на которой написано удовольствие. Но таковы условия игры. Если ты закрываешь грань боли, немедленно закрывается и грань удовольствия, потому что за ними обеими стоит лишь одна грань, на которой написана осознанность. Либо обе остаются открытыми, либо обе закрыты. Потому что это два лица одного и того же явления. Два аспекта. И в этом все противоречит ума. Ум хочет быть более и более счастливым. Счастье возможно, если ты осознан. И в то же время ум хочет быть менее и менее подверженным боли. Но возможность меньшей боли существует только если ты не осознан. Теперь ты стоишь перед дилеммой. Если ты не хочешь боли, немедленно из твоей жизни исчезает и удовольствие. Исчезает счастье. Если ты хочешь счастья, ты открываешь эту грань и немедленно начинает течь боль. Если ты осознан, тебе придется осознавать и то, и другое. Жизнь есть боль и удовольствие. Жизнь есть счастье и несчастье. Жизнь есть день и ночь. Жизнь и смерть. Тебе придется осознавать и то, и другое. Так помни это. Если ты боишься боли, ты будешь оставаться под гипнозом. Ты будешь стареть, стариться и умирать. Ты упустил возможность. Если хочешь быть осознанным, тебе придется осознавать и боль и удовольствие. Это не отдельное явление. И человек, который осознает, становится очень счастливым, но также способным и к глубокому страданию, которому не способен ты. Это случилось. Дзинский мастер умирал, и его старший ученик, который был сам по себе известным человеком, даже более известным, чем и сам мастер. Фактически, мастер стал известным из-за этого ученика. Этот старший ученик заплакал, сидя на ступенях храма. Он заплакал, и покатились слезы. Собрались тысячи людей. Они не могли поверить, потому что ты никогда не видишь пробужденного, плачущим, рыдающим, со слезами, катящимися по лицу. Они сказали, мы не можем поверить, что происходит. Ты плачешь, а ведь ты сам говорил, что глубочайший центр никогда не умирает, что смерти не существует. Мы слышали, как ты говорил миллионы раз, что смерти не существует. Так почему ты плачешь? Твой мастер все еще жив в его существе. Ученик открыл глаза и сказал, не беспокойте меня. Позвольте мне плакать и рыдать. Я плачу не о мастере и не о его существе. Я плачу о его теле. Его тело тоже было прекрасно. Никогда больше не будет такого тела. И тогда кто-то попытался его убедить, что это создаст ему плохую славу. Собралось столько людей, и они подумают, что ты не просветленный. Ученик сказал, пусть думают, что хотят. С тех пор, как я стал просветленным, я стал бесконечно блаженным, но я стал также и бесконечно чувствителен к боли и страданию. Кажется, так и должно быть. Если ты ударишь Бунду, Бунду будет страдать больше, чем пострадал бы ты, если бы кто-нибудь ударил тебя. Потому что он стал таким бесконечно чувствительным. Его чувствительность очень деликатна. Он точно лепесток розы. Твой камень ударит его очень глубоко. Это доставит ему глубокое страдание. Конечно, он будет осознавать его. Конечно, он будет отрешен от него. Конечно, он будет трансцендентален к нему. Он будет знать, что это происходит, и не будет частью этого. Он будет подобным облаку явлением, окружающим это. Но это происходит. Ты не можешь быть чувствительным к боли. Ты так крепко спишь. Ты движешься, как пьяный. Пьяный падает на улице, ударяясь головой об асфальт, и ничего не происходит. Если бы он осознавал, ему было бы больно. Бонна бесконечно страдает и бесконечно наслаждается. Всегда помни, каждый раз, когда ты достигаешь высокой вершины, одновременно это создает их глубокую долину. Если ты хочешь достичь небес, твои корни должны проникнуть в самый ад. Из-за того, что ты боишься боли, ты не можешь стать осознанным, и тогда ты не можешь ничему научиться. Это все равно, что если бы ты, боясь врагов, закрыл все двери в доме. Теперь даже друг не может войти. Даже влюбленный остается снаружи. Влюбленный продолжает стучать в дверь, но ты боишься. Может быть, это враг. Так это и закрыт. Именно так я вижу вас всех. Боящиеся врагов вы не позволяете войти другу. Вы превратили друга во врага. Теперь никто не может войти. Вы так боитесь. Открой дверь. Когда свежий воздух входит в дом, очень, возможно, войдет и опасность. Когда входит друг, может войти и враг. Потому что день и ночь входят вместе. Боли и удовольствия входят вместе. Жизнь и смерть входят вместе. Не бойся боли. Иначе ты будешь жить под наркозом. Хирург вводит наркоз, прежде чем начать тебя оперировать. Потому что будет так больно, что ты не сможешь этого вытерпеть. Твое сознание должно быть притуплено, затуманено. И тогда он может разрезать все твое тело, и это не причинит тебе страданий. Из страха боли ты вынудил себя жить в притупленном сознании. Притупленным существованием. Почти неживым. Это страх. Ты должен отбросить этот страх. Ты должен встретить боль лицом к лицу. Ты должен пройти через страдания. И лишь тогда откроется возможность того, что войдет в рук. И когда ты знаешь то и другое, немедленно ты становишься третьим. Когда ты знаешь то и другое, боли и удовольствия, день и ночь, внезапно ты становишься трансцендентальным. Зрелость есть осознанность. Старение – это просто трата себя впустую. Самое фундаментальное, что нужно помнить – жизнь диалектична. Она существует в двойственности. Это ритм между противоположностями. Ты не можешь вечно быть счастливым, иначе счастье утратит всякий смысл. Ты не можешь вечно быть в гармонии, иначе ты перестанешь осознавать гармонию. За гармонией снова и снова должен следовать диссонанс. За счастьем должно следовать несчастье. Даже у удовольствия есть своя боль. И у каждой боли есть свое собственное удовольствие. Пока человек не понимает этой двойственности существования, он без необходимости остается в страдании. Прими целое со всеми его агониями и экстазами. Не жажди невозможного. Не желай, чтобы был только экстаз и не было агонии. Экстаз не может существовать один. Ему нужен контраст. Агония становится черным фоном, на котором экстаз яснее и громче, точно как в темноте ночи ярче звезды. Чем темнее ночь, тем ярче звезды. Днем они исчезают, просто становятся невидимыми. Их не видно, потому что нет контраста. Подумай о жизни без смерти. Она была бы нестерпимой болью, невыносимым существованием. Без смерти было бы невозможно жить. Смерть определяет жизнь, придает ей некую интенсивность. Поскольку жизнь ускользает, каждое мгновение становится драгоценным. Если жизнь вечна, какая разница? Можно ждать вечно, кто тогда будет жить здесь и сейчас. Поскольку завтра смерть, и это вынуждает тебя жить здесь и сейчас. Ты должен нырнуть в настоящее мгновение, войти в его предельную глубину, потому что кто знает, наступит ли следующее. Видя этот ритм, человек спокоен, расслаблен и с тем и с другим. Когда приходит несчастье, он приветствует его. Когда приходит счастье, он приветствует его, зная, что они партнеры в одной и той же игре. Это нечто такое, что нужно постоянно помнить. Если это становится в тебе постоянным напоминанием, твоя жизнь приобретает совершенно новый аромат. Аромат свободы, аромат нецепляния, аромат непривязанности. Что бы ни пришло, ты остаешься тихим, молчаливым, принимающим. И человек, который способен быть тихим, молчаливым, принимающим, в боли, разочарования и страданий, трансформирует само качество страдания. Для него страдание становится сокровищем. Даже боль придает ему остроты. Для него даже в темноте есть своя красота, глубина, бесконечность. Для него даже смерть – это не конец, но только начало чего-то неизвестного. Зрелость духа Качество зрелой личности очень странны. Во-первых, такой человек – не личность. Он больше не я. У него есть присутствие, но он не личность. Во-вторых, он более как ребенок, простой и невинный. Именно поэтому я говорю, что качество зрелого человека очень странны, потому что зрелость дает ощущение того, что он опытен, что ему много лет, что он стар, физически он может быть старым, но духовно он невинный ребенок. Его зрелость – это не просто опыт, собранный из жизни. Тогда он не был бы как ребенок. Тогда он не был бы присутствием. Он был бы опытным человеком, знающим, но не зрел. Зрелость не имеет ничего общего с жизненным опытом. Она имеет нечто общее с внутренним путешествием, с опытом внутреннего. Чем глубже человек движется в себя, тем более зрелым он становится. Достигнув самого центра своего существа, он совершенно зрел. Но к этому мгновению человек исчезает, остается лишь присутствие. Я исчезает, остается лишь молчание. Знание исчезает, остается лишь невинность. Для меня зрелость – это второе имя реализации. Ты пришел к осуществлению своего потенциала. Он притворен в действительность. Семя прошло долгое путешествие и расцвело. У зрелости есть аромат. Она придает индивидуальности безмерную красоту. Она придает разум, острейший возможный разум. Она делает его не более чем любовью. Его действие – любовь, его бездействие – любовь, его жизнь – любовь, его смерть – любовь. Он просто – цветок любви. Западное определение зрелости просто инфантильны. Запад подразумевает под зрелостью, что ты больше не невинен, что ты созрел, приобретя жизненный опыт, что тебя нелегко обмануть, что тебя нельзя эксплуатировать, что у тебя внутри есть нечто, подобное твердой скале – защита, безопасность. Это определение очень обычное, мирское. Да, в мире ты найдешь зрелых людей такого типа. Но я вижу зрелость совершенно другой, диаметрально противоположной этому определению. Зрелость не делает тебя скалой. Она делает тебя таким уязвимым, таким мягким, таким простым. Я помню, у вора вошел в хижину мистика. Это было в ночь полнолуния, и он вошел по ошибке. Иначе что можно найти в доме мистика? У вора искал, но был поражен тем, что ничего не было. Внезапно он увидел человека, подходящего к нему со свечей в руке. Этот человек сказал, «Что ты ищешь в темноте? Почему ты меня не разбудил? Я спал прямо в дверь, и я мог бы показать тебе весь дом». И он выглядел таким простым и невинным, как будто не мог понять, что кто-то может быть вором. Перед лицом такой простоты и невинности вор сказал, «Может быть, ты не знаешь? Я вор». «И это неважно», сказал мистик. «Каждый должен кем-то быть. Суть в том, что я жил в этом доме 30 лет, и так ничего и не смог найти. Так давай поищем вместе. Если мы что-то найдем, давай войдем вдоль. Я ничего не нашел в этом доме. Он совершенно пустой». Вору стало немного не по себе. «Кажется, этот человек какой-то странный. Либо он сумасшедший, либо кто знает, что это за человек?» Ему захотелось сбежать, и кроме того он принес вещи из других домов и оставил их снаружи. У мистика было только одно одеяло. Это было все. Ночь была холодной, и он сказал вору, «Не уходи с пустыми руками, не оскорбляй меня, иначе я никогда не смогу себе простить, что бедный человек пришел в мой дом ночью, ему пришлось уйти с пустыми руками. Возьми это одеяло. Это придется кстати, снаружи очень холодно. Я внутри дома, здесь теплее». Он укутал вора в одеяло. Вор начал тереть голову. Он сказал, «Что ты делаешь? Я вор». «И это не важно. В этом мире каждый должен кем-то быть, что ты делаешь. Может быть, ты воруешь, но это не важно. Профессия есть профессия. Просто делай это хорошо, со всеми моими благословениями. Делай это совершенно, иначе ты попадешь в беду». «Ты странный», сказал вор. «Ты голый, у тебя ничего нет». «Не волнуйся», сказал мистик, «потому что я иду с тобой. Только одеяло удержало меня в этом доме. Больше в нем ничего нет. Одеяло я дал тебе. Я иду с тобой. Мы будем жить вместе. Кажется, у тебя есть много всего. Это хорошо для нашего партнерства. Я дал тебе все мое. Ты дашь мне немного твоего. Это будет правильно». Вор не мог поверить своим ушам. Ему просто хотелось бежать из этого места и от этого человека. Он сказал, «Нет, я не могу взять тебя с собой. У меня есть жена, дети, у меня есть соседи. Что они скажут, если я приду в дом голову человека?» «Правильно», сказал мистик. «Я не поставлю тебя в такую неловкую ситуацию. Ты можешь идти, я останусь в доме». И когда вор уходил, мистик закричал, «Эй, вернись». И вор никогда не слышал такого сильного голоса. Он вонзился в него как нож. Ему пришлось вернуться. Мистик сказал, «Научись быть немного более любезным. Я дал тебе одеяло, а ты даже не поблагодарил меня. Поэтому, во-первых, поблагодари меня. Это очень тебе поможет. Во-вторых, уходя, ты открыл дверь, когда вышел. За кровью. Разве ты не видишь, что ночь холодная? Разве ты не видишь, что я дал тебе одеяло и остался голым? С тем, что ты вор, нет никаких проблем. Но в том, что касается манер, я трудный человек. Я не могу потерпеть такого поведения. Скажи спасибо». Вору пришлось сказать, «Спасибо, господин». И он закрыл дверь и убежал. Он не мог поверить в то, что произошло. Он не мог уснуть всю ночь. Снова и снова он вспоминал. Он никогда не слышал такого сильного голоса, обладающего такой властью. У этого человека ничего не было. На следующий день он навел справки и узнал, что этот человек был великим мастером. Он поступил нехорошо. Было абсолютно уродливо вламываться к этому бедному человеку, у которого ничего не было. Но он был великим мастером. Вор сказал, «Это я и сам понял. Он очень странный человек. За всю свою жизнь я сталкивался со всякими людьми, от самых бедных до самых богатых. Но никогда, даже при воспоминании о нем, меня пробирает дрожь. Когда он позвал меня вернуться, я не мог убежать. Я был абсолютно свободен и мог бы схватить вещи и убежать, но не смог. Что-то в его голосе притянуло меня обратно». Через несколько месяцев этот вор попался, и судья сказал ему, «Можешь ли ты назвать человека в окрестностях, который бы поручился за тебя?» «Да», — сказал вор, «Один человек меня знает, и он назвал мастера». «Этого достаточно, позовите этого мастера. Его поручительство стоит показаний десяти тысяч человек. Чтобы он не сказал, этого будет достаточно, чтобы составить о тебе суждение». «Судья спросил мастера, знаешь ли ты этого человека?» «Знаю ли я его?» «Мы с ним партнеры. Он мой друг. Он даже однажды пришел ко мне среди ночи. Было холодно, и я отдал ему одеяло. Он пользуется им, как вы видите. Это одеяло известно всей стране. Каждый знает, что оно мое». «Он твой друг? И он ворует?» «Никогда», — сказал мастер. «Он не может воровать. Он такой джентльмен, что когда я дал ему одеяло, он сказал «Спасибо, господин». А выходя из дома, он тихо закрыл за собой дверь. Он очень вежливый, милый человек». «Судья сказал, если ты так говоришь, показания свидетелей, которые утверждают, что он вор недействительный. Он освобожден». И мистик вышел, и вор последовал за ним. «Что ты делаешь?» спросил мистик. «Почему ты идешь за мной?» «Теперь я никогда тебя не оставлю», ответил тот. «Ты назвал меня другом. Ты назвал меня своим партнером. Никто никогда не оказывал мне такого уважения. Ты первый человек, который сказал, что я джентльмен, милый человек. Я собираюсь здесь у твоих ног и научиться быть таким, как ты. Откуда ты получил эту зрелость, эту власть, эту силу, эту способность видеть вещи совершенно по-другому?» «Знаешь ли ты, как мне было плохо в ту ночь?» сказал мистик. «Ты ушел. Мне было так холодно без одеяла, что было невозможно спать. Я сидел у окна и смотрел на луну. Я написал стихотворение. Если бы я был достаточно богат, чтобы отдать эту совершенную луну тому бедняге, который пришел искать в доме бедняка, «Я уныл мою луну, если бы был достаточно богат. Но я сам беден. Я покажу тебе это стихотворение. Пойдем со мной». Той ночью я плакал о том, что ворам следует научиться некоторым вещам. По крайней мере, они должны присылать извещение за день или за два, чтобы я успел что-то приготовить, чтобы им не приходилось выходить с пустыми руками. «И хорошо, что ты вспомнила во мне в суде. Эти люди опасны, они могли бы поступить с тобой плохо. Я предложил тебе еще в ту ночь пойти с тобой и быть партнерами, но ты отказался. Теперь ты хочешь пойти со мной. Нет проблем, пойдем. Я поделюсь с тобой всем, что у меня есть. Но это не материальное, это нечто невидимое». «Я чувствую это, это нечто невидимое, но ты спас мне жизнь и теперь моя жизнь твоя. Делай с ней, что хочешь, я просто тратил ее впустую. Видя тебя, посмотрев тебе в глаза, я понял одно, что ты можешь меня трансформировать. С той самой ночи я влюблен». Для меня зрелость – это духовное явление. Зрелость духа означает коснуться своего внутреннего неба. Как только ты утверждаешься в своем внутреннем небе, ты нашел дом, и великая зрелость возникает в твоих действиях, в твоем поведении. Тогда, что бы ты ни делал, в этом есть изящество. Тогда, что бы ты ни делал, это само по себе стихотворение. Ты живешь, как поэзия. Твоя походка становится танцем, твое молчание становится музыкой. Под зрелостью подразумевается, что ты пришел домой. Ты больше не ребенок, который должен расти. Ты вырос. Ты коснулся вершины своего потенциала. Впервые, в каком-то странном смысле, тебя нет, и ты есть. Тебя нет в твоих старых представлениях, фантазиях, в твоих старых восприятиях себя. Все это ушло. Теперь в тебе возникает нечто новое, абсолютно новое и девственное, что трансформирует всю твою жизнь в радость. Ты стал чужим в этом несчастном мире. Ты больше не создаешь страданий для себя или кого-то другого. Ты живешь свою жизнь в тотальной свободе, не обращая ни малейшего внимания на то, что скажут другие. Люди, которые всегда думают о других и мнениях других, незрелы. Они зависимы от мнений других. Они ничего не могут сделать подлинно, честно. Они не могут сказать, что хотят сказать. Они говорят то, что хотят слышать другие. Ваши политики говорят те вещи, которые вы хотите слышать. Они обещают вам то, чего вы хотите. Они прекрасно знают, что не смогут исполнить своих обещаний. Это не входит в их намерение. Но если бы они точно и правдиво описали ситуацию и разъяснили, что многое из того, что вы просите невозможно, что этого нельзя сделать, их выгнали бы из власти. Ты не вымеришь политика, который честен. Это очень странный мир. Это почти сумасшедший дом. Если в этом сумасшедшем доме ты становишься бдительным и осознаешь свое существо, ты блажен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...